В здании Красноярского аэропорта теперь не встретят сотрудника без защитной маски. По распоряжению руководства без них на работе появляться нельзя. В усиленном режиме трудится клининговая служба аэровокзала. Все места массового пользования протирают с дезинфицирующим средством каждые 2-3 часа. На первом этаже терминала находится медицинский пункт. Туда может обратиться любой пассажир, который обнаружил опасные симптомы у себя или у своего соседа в самолете или в зале ожидания. Медики измеряют давление и температуру. Пассажиры обязательно уточняют, откуда пассажир приехал и с кем он контактировал. Если температура больше 37, отправляется уже в изолятор. Это уже повод? Да, и повод, чтобы вызвать нам сотрудников санитарной карантинной службы, оповесить распотребнадзор и дальнейшие действия по схеме. Если температура в норме и другие симптомы коронавируса отсутствуют, пассажир свободен. При обнаружении подозрительных признаков человека провожают в комнату по соседству. Если на территории аэропорта обнаружен пассажир с признаками инфекционного заболевания, он помещается в изолятор временного нахождения. Здесь он пробудет до установления предварительного диагноза и дальнейшей госпитализации либо принятия другого диагностического решения. В помещении медицинского изолятора находится санпропускник для врачей, где они надевают средства индивидуальной защиты и готовятся к встрече с инфекционным больным. В изоляторе у пассажира с подозрением на инфекцию берут необходимые анализы и отправляют их в Центр гигиены и эпидемиологии. Пациенты будут контактировать только медицинские работники в средствах индивидуальной защиты. В медицинском изоляторе есть отдельный выход на поле, чтобы избежать контакта с другими пассажирами. Через этот же отдельный вход в изолятор могут попасть пассажиры прямо с трапа самолета. Это возможно, если в самолете человек почувствует себя плохо или обнаружит у себя симптомы коронавируса. Если в салоне самолета присутствует пассажир с явными признаками инфекционного заболевания и вы хотите на всякий случай перепровериться, нужно обратиться к бортпроводнику. Стюарт сообщит об этом и прямо с трапа самолета пассажира с подозрением заберут в изолятор врачи в спецодежде. Конечно, дискомфортно, но я в таких условиях. В аптеках нет масок. Я надеялся, что куплю в аэропорту. Здесь даже нет дезинфицирующих средств. В аптеке нет маски. Поэтому я вынужден с определенным дискомфортом лететь таким образом. Я не местный, так что мне этот коронавирус... ...все равно. Мне не страшно. Я не боюсь коронавируса. И считаю, что паника страшнее, чем сам вирус. По словам медиков, несмотря на распространение коронавируса в стране, поток людей больше не стал. Все в рабочем режиме. Кто-то приходит измерить давление, кто-то просто волнуется перед полетом. С симптомами новой инфекции пока не обращаются. Но если что-то случится, врачи всегда готовы оказать пассажиру первую медицинскую помощь и в случае необходимости транспортировать в инфекционную больницу. Ирина Цуканова, Эдуард Баглай, Афонтова, Новости.